Вот так случилось, что 13-я конференция в Сан-Франциско совпала с гей-парадом в Сан-Франциско. Вы знаете, в Воскресенье был гей-парад. И там молодежь, и тут молодежь. И вот у меня такой вопрос. Стоит ли разубеждать этих молодых людей изменить сексуальную их ориентацию? Что Церковь об этом говорит и что думает? Церковь говорит и думает, что Господь открывает нам в Священном Писании. В Священном Писании есть 10 заповедей, есть увечтевание апостола Павла, есть Писание Ветхого и Нового Завета, которое все изучает о моральной правильной жизни. И эта моральная правильная жизнь, которая раскрыта в Священном Писании, основана на том, что Сам Господь открывал людям, что люди видели и знали, что красть – это грех, изнасиловать – это грех, убивать – это грех. И иметь отношение друг к другу ненатуральное – это тоже грех. Это грех. Значит, все же не приветствует это. Абсолютно неприветствует. С другой стороны, видя, что человек падает грех, тот же самый священник, тот же самый духовный наставник, он должен любить грешника, волноваться о нем, надеяться о его обращении. Это все… Помогать ему. И привлекать его к правильной жизни. Это мусульманы рубят головы людям. Кто-то там что-то… Женщина не одела покрывало на голову, и ее камнями забивают или что-то. Господь Иисус Христос… Пониманием, да? Господь Иисус Христос остановил тех фарисеев, которые хотели камнями забить грешницу, женщину, которая впала в прелюбодеянии. Но он не оправдал прелюбодеяния, он заставлял им иметь милосердие, женщине, которая впала в прелюбодеянии. А ей сказал, иди и не греши. Одна милая, верующая, глубоко верующая женщина просила меня задать вам вопрос, и она с нетерпением ждет ответ от вас. Какой? Значит, она живет в Сан-Франциско, сын ее тоже. Сын? Сын ее в Сан-Франциско стал гомосексуалистом. И она, сам ребенок ее в отчаянии, она пытается его вернуть на истинный путь, и не знает как, пока не получается. И вот она просила меня задать этот вам вопрос, чтобы вы дали ей совет. Как ей быть? Как вернуть сына на верный путь? Во-первых, нужно стараться оставлять коридоры открыты, двери открыты, чтобы он не чувствовал, что она его прокляла, или не хочет видеть, или что. Но она при этом должна оставаться в понятии, что то, что он делает и чем он занимается, это неприемлемо и нехорошо, и что ни ей это не нравится, и что это неправильно, или настоящей библейской морали. Он даже хочет, моментами хочет покончить, жить самоубийством. Вы понимаете? Он доведен до отчаяния. Нет, но в том-то и дело, что она как мать должна любить и жалеть. И самое главное, люди говорят то, чтобы что-то было, но сами не приходят в церковь, не молятся, не стараются свою собственную жизнь исправить. Терпение может быть здесь нужно, терпеть ей надо. И терпение, и любовь, и снисхождение, и все. Но если он в таком состоянии, то он должен сам, если он хрещеный, православный, он должен прийти и побеседовать с священником, узнать. Тенденция эта бывает у людей, но исполнение этой тенденции, вот это то, что грех, то, что у него эта тенденция есть, это его состояние. Вот человек может быть такой, который хочет все время красть. Вот есть клептование. Человек имеет это. Но если он приостанавливает себя и не крадет, он выше даже духовно, чем человек, у которого никогда не было чувства, что можно что-то украсть. И такое же самое с этими чувствами. Значит, все-таки надо пытаться гомосексуалистов, людей, меньшинств, переубеждать, перевоспитывать. Значит, есть смысл. Ну, перевоспитать кого-то, это очень трудно, или даже, может быть, невозможно. Он сам должен своей душе искать это преображение. Мы все, все мы грешны. Мы все грешны. И мы все нуждаемся в спасении Христова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok